Добрый день дорогие друзья! Новый выпуск программы iXBT NewsDigest расскажет вам о роботах-разведчиках, легкой и тонкой рабочей станции, а также о разнообразных развлекательных устройствах. В предыдущих выпусках мы уже неоднократно упоминали компанию Boston Dynamics, работающую над созданием роботов, которые заимствуют принципы перемещения у людей и животных. Корпус морской пехоты США решил провести испытания, чтобы проверить возможности четырехногого робота Spot при перемещении не только по асфальту, но и по пересеченной местности, в лесу, а также в узких проуклах различных поселений. Управляется робот дистанционно, на расстоянии до 500 метров при помощи ноутбука и игрового контроллера, причем с системой управления по заверению источника справится даже ребенок. В ходе испытаний Spot учится выглядывать из-за угла, определять местоположение врага и выявлять другие возможные угрозы. Робот в любом случае не попадет на службу, военные в ходе этих испытаний пытаются понять, имеет ли смысл использовать подобные решения в будущем. Словосочетание «мобильная рабочая станция» встречается сравнительно давно, но в компании HP пошли дальше и создали рабочую станцию, попадающую под определение «Ультрабук». HP Z-Book Studio – первая в мире четырехъядерная рабочая станция этой категории. Компьютер с дисплеем размером 15,6 дюйма представляет собой самую тонкую и легкую рабочую станцию HP. При толщине 18 мм HP Z-Book Studio весит 2 кг. Конфигурация системы может включать процессор Intel Core или Xeon. Один или два накопителя объемом по 1 ТБ каждой до 32 ГБ оперативной памяти. Что касается графической подсистемы, ее основой может выступать встроенное ядро Intel HD 530 или 3D-карты NVIDIA Quattro M1000M. Продажи HP Z-Book Studio по всему миру стартуют в декабре по цене от 2300 евро. Швейцарская компания Movada разработала новые умные часы Movada Bold Motion, которые могут выполнять привычные для данных гаджетов функции – оповещать о входящих письмах, сообщениях, звонках, считать количество шагов и т.д. Особенностью Movada Bold Motion является отсутствие привычного для умных часов жидкокристаллического дисплея. Часы получили традиционный циферблат со стрелками, а для оповещения пользователя используется вибрация и светодиодная подсветка. Movada Bold Motion выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров. Цена на часы установлена на отметке 695 долларов. Компания Quantum Bakery собирает на площадке Kickstarter средства для запуска устройства Figment VR, которые объединяют в себе функции защитного чехла и очков виртуальной реальности для семейства смартфонов iPhone 6. Разработчики позиционируют Figment VR как первое в мире устройство для просмотра VR-видео, которое в прямом смысле слова помещается в карман. Все благодаря складной конструкции и продуманному пружинному механизму, который приводит очки в рабочее положение. При массе 57 грамм Figment VR надежно защищает смартфон. Детали конструкции изготовлены из поликарбонатного пластика, а также анодированного алюминия. Кроме того, линзы сложно поцарапать. Первые покупатели смогут приобрести Figment VR за 50 долларов и получить аксессуар в январе 2016 года. Прилагательное «умный» все чаще встречается в описании электронных устройств, но компания P-Lab пошла еще дальше и назвала умным резинового утенка Эдвин. Электронная начинка превратила простую игрушку в интерактивное развивающее устройство. Трогая, двигая, поворачивая и наклоняя игрушку, дети управляют поведением мультипликационного персонажа в приключенческих историях, обучающих играх и караоке. В игрушке находится аккумулятор и акустическая система с интерфейсом Bluetooth. Помимо прочего, утенок может служить ночником, для чего в него встроен светодиодный светильник. Спустя всего несколько дней с начала продаж Steam Machines, основанных на разработанной компании Valve операционной системе SteamOS, адаптированной под игры, стало известно, что данные игровые консоли имеют определенные недостатки. Как показало исследование, проблема кроется в производительности самой операционной системы SteamOS, которая ощутимо ниже, чем у Windows 10. Причем это касается даже собственных проектов Valve. Из протестированных игр только Left 4 Dead 2 работает на обеих операционных системах одинаково. В остальных случаях падение производительности варьируется от 20% до 50%. Возможно, с будущими драйверами ситуация изменится к лучшему. Это если Valve захочет дальше развивать Steam Machines и не откажется от платформы, которую многие обозреватели считают мертвой по прибытию. В прошлом году компания Microsoft приобрела права на игру Minecraft за 2,5 миллиарда долларов, что вызвало недоумение у аналитиков. Позже стало известно, что компания посчитала данную игру идеальной для развития проекта HoloLens. Вот только до потребителей он доберется лет через пять. Пока же Microsoft решила использовать Minecraft в качестве учебника по программированию. Суть представленного пособия в том, чтобы познакомить начинающих пользователей с азами программирования на примере этой игры, учебник ориентирован на возрастную аудиторию от шести лет, но содержит и материалы для преподавателей. Конечно, это далеко не первый игровой проект, который так или иначе связан с программированием. Однако явно первый, у которого столь огромная потенциальная аудитория. На этом все, до следующей недели, подписывайтесь на наш канал.